друзья всем день добрый вот начиная обзор нашего видео преображенское кладбище более 200 лет уже 250 вхожу потихонечку старинные ворота не знаю как называется но прикольно основано 1771 при чуме понятно когда была чума в разгаре российской империи при екатерине второй старообрядческое кладбище преображенское что-то в этом есть такого старинного духовного да прикольно прикольно реставрировать пора все равно приятно думаю с чего бы начать клумба неплохая папоротники так далее туя можжевельник точнее вот мы с вами входим на эту маленькую площадь березка здесь жилеток под 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 50 полувековая наверно архи архивные документы только нам подскажут об этом да сейчас наверно войдем на сектор первых там 2 какой там 4 3 что-то в этом есть необычного а вот давайте архитектуру почитаем о чем речь здесь охраняется государством еще бы да но реставрируется часто раз прям видно часто реставрируется никольская церковь конец 18 века это понятно это понятно храме мощи и туфелька преподобного так далее так далее различные информации я снимаю ребята специально для вас для себя тоже конечно в хорошем качестве видео можно было вздохнуть более в цифре более реально вздохнуть все что здесь находится эта беседка недавно прям киоск целый до почти здесь один сегодня последние деньки летние весенние господи уже оговаривать последние весенние деньки 2022 года ну церковь понятно конечно здесь святые похоронены не без этого причем 1921 год это когда создали советский союз то прям удивительно ну церковь конечно в 22 но почти уже было все готово так там у нас идет по ходу выход куда-то туда прикольно каштан наверно пахнет до каштан в конце мая москве а да там вход отсюда получается я вышел сейчас на улицу но как бы дорогу вот здесь такое видео генеральный план московского водопроводного канала то есть какие-то староверы тут пишется описывается история строили первый при екатерине второй водоканал вот он подземный ну неплохо вот сейчас мы направляемся вот туда на самый главный основной вход я так понял я здесь первый раз в жизни вместе с вами вот наконец я подхожу собственно табличка часы работы администрации так далее как раз пришел сейчас грубо говоря часов 11 дня последний деньки весны 22 года ух ты гранитная мастерская ну да здесь получается пункты выдачи инвентаря да друзья здесь проводится захоронение все-таки захоронение но 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 сам план схема немножко устарел мягко говоря этот план сейчас выглядит вот так понятно надо реставрировать менять его он даже воинское захоронение индивидуальные так далее да ну начнем с того что это первый участок первый участок да это первый участок здесь похоронены известные москвичи артисты актеры на неплохо что-то в этом есть да искусство вечно жизнь коротка да я специально поставил высокое качество наверно туда не пойдем но мы пойдем вот сюда скорее всего с вами но интересно это место посмотрим природу природу осмотрим деревья так по поводу стоимости захоронений на официальном сайте написано что минимальное захоронение в урне это где-то 130 тысяч рублей это 2000 долларов по современным меркам цене курсу да а вот там интересно какая-то могилка ребенок что а вот более такое элитное захоронением на участке 430 тысяч рублей это где-то ну 5000 долларов скажем так что неплохая могилка точнее это бюст я бы сказал что это могилка это бюст ну да аккуратно сделано люблю такие бюст тихонечку продолжим так пение птиц слышно дышит кладбищик лесом лесом дышит свежий воздух там свежий свежий охс какая плотность крестов посадок прикольно плотность здесь высокая так просто не пройдешь между могилками так удачно не буду ходить я уже скоро упрусь в стену поэтому я разворачиваюсь пень дуба какого-то может быть это было не знаю что угодно хоть береза хоть клён собственно продолжу здесь между участками тут у нас идет улица не знаю какая считайте что мы с вами в лицу перед нами церковь может часовня это это часовня да наверняка это где-то участок третий уже третий участок четвертый пятый туда а давайте посмотрим ближе что это у нас за часовня охраняется государством 1804 год старообрящицкая община часовня да я сделаю так зайти туда нет я до упора туда пройду это угол четвертого участка какой хороший чугун видно про чугун чугун это на века тысяча восемьсот шестьдесят четвертый старинные такие каменные гробницы такое надгробие это не тут никого нет внутри это понятно это как бы надгробие часовня усыпальницы не знаю кому это первый раз конечно для меня с вами это да вот тоже чугун прям чугун 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 ч так вот пробую между четвертым и пятым участком пройти посмотреть первый грубо говоря два я обошел 23 как-нибудь криво косо не знаю в общем здесь она уже в прошлом старообрядческой я так понял потому что если сейчас она действующее и советском союзе здесь хоронили артистов известных каких-нибудь чиновников просто политиков то это уже не старообрядческая считается кстати иудея здесь по моему тоже много похоронили что-то проскальзывалось в статье об этом кладбище лес кресты лес кресты лес кресты липы еще липовый лес липово кленовый лес я так скажу и потом здесь хоронили во время второй мировой войны тут братские могилы где-то есть дальше да необычно из дерева ты что расписное песно прикольно наверно это благодарные потомки сделали я не знаю что это ясен не ясен дуб не дуб ольха не ольха но волокированная и если что я многих здесь не знаю артистов как стрижи поют это хорошей погоде здесь кстати на этом кладбище нету захоронений обычных то есть традиционных в гробу откопали ямку могилу закопали такого нету только кремация только захоронение родственников на уже известных могилах под захоронения скажем так ух ты тут как накренился крест семьдесят восьмого года могила и собственно дерево уже ой 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 ну ему скажем так менее этому дереву 50 лет ну даже 40 да так я вышел из участка 4 и 5 и пойду наверно к участку двадцать третьему то есть кладбище ныне действующие но здесь это только захоронение имена ну после кремации урны с прахом захоронения если допустим умерли одни родственники их не там дети внуки тоже кремируют и при захоранивают поэтому они как бы семейные эти могилки вот как здесь я так понимаю поэтому кладбище ныне действующие но относительно большой я считаю на все таки маленькой для москвы просто она очень старая и это была окраина города это сейчас центр считается станция метро семеновская рядом буквально и преображенская площадь я сейчас на трамвайчике вышел даже остановка так и называется преображенское кладбище 23 21 участок вот сюда заходим пройдут десятилетия здесь все изменится одни деревья вырастут другие сгниют упадут скажем так спилят поэтому хочешь не хочешь кладбище поменяется поменяются могилки поменяются заросли всякие появятся даже интерес да будет прийти лет через двадцать я еще буду живой лет через двадцать и после прогуливаясь по этим же местам я могу офигеть если так взять старое видео первый раз такое вижу кувшины какие-то тюльпаны что ли не знаю что и цепь цепи цепи прям чугунной цепи тяжелая ну как бы каждого свое искусство так я уперся не знаю куда пойду-ка я в обратную сторону 21 22 участок 21 справа 22 слева где-то в этом районе вот это по-видимому какой-то поп не знаю служитель церкви патриарх не знаю кто здесь но и ладно кто знает тот знает о клен какой лет через 20 придут 30 посмотрю что от него останется на 21 участке вам здесь под захоронение дорого стоит как-то так ух какой каштан тоже деревья тоже очень важно снимать это такое такое место которое меняется тем более видео высоком качестве может кому-то это понадобится кто-то мой труд обязательно как-то оценит скачает видео сделает фотографию оцифрует у меня здесь видео снимается 60 кадров в секунду не знаю правда какой-то участок может продолжается 22 где-то здесь я очень боже скворцов сколько у прямо ли что их кормят здесь вот здесь реально кормят пацаны возле что так хорошо кормят ну я думаю что это скворцы я их плохо разбираюсь в птицах так ну далее оно однотипное я вижу все какой-то такой район однотипных могил участок однотипных могил ладно мы там продолжим я так понимаю на пасху кто-то яйцо положил на могилку и птички склевали 20 соответственно участок здесь он заканчивается 19 участок они однотипные не пойду туда прогуливаться ворон каркает пройдусь по 19 что ли 19 и 18 друзья это ж надо такая фамилия иерусалимская александра ну чё так пожила нормально бабушка да пение птиц это конечно незаменимая вещь скрасит любую тишину вот это 19 осмотр кратко 19 участка я так понимаю здесь разбилка девятый десятый девятнадцатый одиннадцатый восемнадцатый ну так похоже этот ворон одиннадцатый двенадцатый туда не пойду оно все однотипное колокольный звон 17 восемнадцатый наверно тоже не пойду туда там тоже лес могилы кресты 15 16 здесь 16 давайте зайдем 16 и 17 ну в общем в основном это двадцатый век здесь двадцатый двадцатый век о ветеран великое отечество молодец но ничего так пожил сложно не почитать это сколько получается 87 что ли красавчик это нормальная жизнь для мужчины 87 мужики долго не живут первый раз я здесь поэтому для меня как и для вас все новое но те кто видит меня с экранов но с экранов своих телефонов ноутбуков это кладбище и сюда не может приехать так что не для вас впервые первое так 15 16 туда дорожка на однотипная так потихонечку я вышел на какую-то часть прямо открытая какая-то такая часть но это какая-то какой-то край край кладбище еще не знаю что это какая-то очень какой-то участок но по-видимому что-то все здесь новое 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 это какие-то образцы или это реально захоронение свежие до 2002 а это стоит свежий уже 21 век но здесь тоже урны с 2009 урны с прахом похоронены захоронены честно мне такое не очень нравится как-то она слишком пробирочно как пробирка выставляют все подряд нет это конечно все не годится я не знаю что это тоже захоронение почему так неаккуратно или это что образцы нет не образцы нет не образцы то это более элитный участок для элитных захоронений ну то есть более дорогих я понял наконец давайте сюда пройдем где больше света она начинается там стена вот приближаемся но это какой-то участок как я понимаю као 092 002 52 ну что-то он означает то ли год то ли еще что то ясно в урны с прахом и закрывают их и закрывают их да вот так она здесь открытая так она выглядит достали временно вот сюда ставится урна с прахом и закрывается так так водичка все молодые старые очень старые очень молодые прям все все кто найдет себя добро пожаловать смысле не себя а своих родственников живут а человек не может себя здесь найти все таки приятно просто вспомнить без не фотографируя колодуб какой-то воробьев новиков рабинович хз так ладно непонятно для мне это вот это непонятный значок абсолютно старовер он что ли я не старовер я православный так сирень белая сирень 42 номер участка ну не 42 тут к као 92 02 42 вот так надо будет все-таки посмотреть мне внимательно обозначение нумерация классификация что означает вот эти вот номера да пропишу по любому содержание под этим видео по любому пропишу чтобы оно было крикабельным чтобы можно было его легче искать навигация в общем скажем так вот здесь могила прям там сюда выходит прям на дорожку и обойти тяжело даже сделали ограждение да чтоб никто не сломил много искусственных цветов я заметил чтобы они не вяли именно искусственных много в основном все в основном все если правильно выражится вот мы здесь находимся этот район пройдут десятилетия по любому что-то изменится кирпичная кладка осохнет развалится разрушится все обновится цветы обновятся время сделает свое дело что там трещишь скворец время сделает свое дело ну давайте последняя с этой стороны не знаю стоит ли идти дальше потому что очень 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 много као 15 начинается вот 18 ну да спортивные достижения советского союза спортсмены советские я не сомневаюсь что они здесь деревянный крест вот он пока так выглядит пока он не сгнил за 18 лет вот он так держится дерево так вот что мы сделаем мы сейчас туда подойдем и пойдем в другой сектор там удивил меня такой камень солидно солидный панферов я не знаю кто это красиво а 2011 году артем какое-то еще но очень солидный памятник просто прям вообще-то даже без комментариев мрамор красивый тоже да красиво красиво вот бывают солидные могилы прям приятно смотришь от души сделано для человека здесь продолжается стена захоронений наверное все так приближаемся к воинам советского союза это захоронение братские захоронения втором мировой войны я считаю это те кто воевал ну и жил как бы в москве в области московской скорее всего и какие-то может быть еще соседние и какие-то воины которые погибли защищаем москву я так считаю потому что здесь просто несчетное количество считать не пересчитать ну как бы мне тоже интересно как и вам сколько здесь условно я конечно просчитал здесь 35 могил было самое максимальное ну или а средне максимально и и в ширину полчаса 25 35 на 25 где-то 750 грубо говоря ну 850 и на два на сессе два сектора то где-то 1750 могил здесь даже 1700 если пропущу какой-то ряд он не полный 1700 могил это плюс-минус грубая погрешность это только вот таких вот могил и и он начинался но конечно он не у не с таких вот не вот с таких вот в сороковых годах вот таких вот да вас таких естественно в вечно огонь здесь все для людей все для памяти ну даже мелочь здесь и мелочь сразу вижу надо горячая реально отсюда продолжим дуб старинный ухты старый-старый дуб очень тяжело определить думаю больше ста лет необычная могила необычная могила бэрман родин прям фамилия совсем а народный артист что-то про такого я слышал необычная шляпка на могиле да сейчас вот приближаемся к этом к этой стене номер вот он а вот 0902 001 16 ну видно давно давно кладку этого сделали еще годы пройдут она еще разрушится 15 15 14 вон 14 здесь прямо забетонировали забетонировали прям прям не достанешь урну с прахом нету так просто не достанешь ну какие-то стандарты старинные да вот свежая видать достали урну с прахом и положили не могу понять это отец с дочерью что ли вполне возможно 9 номер все и здесь она заканчивается наверное все буду завершать необычный бюст инга какая-то седьмой номер вот он шестой номер а это колумбари называется вспомнил уважаем посетители просьба платить за должность по комплексному обслуживанию колумбарных ниш а да по литературному это колумбарные ниши и это колумбари бывает забываешь терминологии да евреи да здесь евреев по любому много чисто именно евреев много много да вот она старинная кладка не знаю какой год может быть середина двадцатого века колумбари не очень давно появились в наше время все двоечка и здесь наверно фирма похоронная ценники посмотрим вот надгробие 264 тысячи вот попроще девяносто четыре шестьдесят девять ну вот тысячи долларов и выше как то так все теперь друзья точно точно пока